Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Brandschule для всех, кто учит немецкий язык. Сегодня мы разберем с вами тему предлогов для accusative и dative. Два падежа, которые чаще всего вызывают путаницу у тех, кто учит немецкий язык. Проверьте, подписаны ли вы на канал, чтобы не пропустить полезные и новые видео. Итак, no skates. Итак, у нас с вами есть 9 предлогов, которые используются с dative и accusative. Давайте их вспомним, а, возможно, выучим. In, an, auf, neben, hinter, über, unter, vor, zwischen. Не переживайте, если вы увидите вдруг их впервые. Мы обязательно их разберем с переводом и с примерами дальше в видео. В зависимости от того, что именно вы хотите сказать, после этих предлогов будет стоять либо dative, и я напомню, что это падеж, отвечающий на вопрос «где». У нас отдельно есть видео на канале о dative. Обязательно посмотрите о dative-дательном падеже, если вы пропустили. Либо будет стоять accusative, винительный падеж, и отвечать на вопрос «куда». Также о винительном падеже мы записывали видео, и вы можете его найти. Итак, определиться с падежом вам помогут такие вопросы. Wo hin? По-немецки это «куда». Wo hin? Для accusative, для винительного падежа. И wo? Где? Для dative, дательного падежа. Давайте сразу перейдем к примерам и разберем, как это встречается в предложениях. Итак, первый предлог «in», «в», переводится как «в», в чем-то внутри. Zum Beispiel. Margot liegt das Handy in die Tasche. Margot кладет телефон куда? В сумку. Margot liegt das Handy in die Tasche. В данном случае вопрос «куда?». И это будет accusative. А теперь сравнение. Das Handy liegt in die Tasche. Телефон лежит в сумке. И здесь, в данном случае, вопрос «wo», «где?». Это вопрос ожидательного падежа. Das Handy liegt in die Tasche. Следующий предлог «an» вертикально означает «на», на чем-то. Мария hängt ein Plakat an die Wand. Например, Мария вешает плакат на стенку. Мария hängt ein Plakat an die Wand. Вопрос «куда?». Вешает на стенку an die Wand будет стоять в аккузативе. Das Plakat hängt an die Wand. Но если плакат уже висит на стене, это будет татив. Вопрос «wo?». Вопрос «где?». Das Plakat hängt an die Wand. Плакат уже висит на стене. Auf – следующий предлог «на». Горизонтальное расположение. Итак, смотрим в примере. Ich stelle die Vase auf den Tisch. Я ставлю Vase на стол. Вопрос «куда?». Auf den Tisch – это аккузатив. Ich stelle die Vase auf den Tisch. Или так. Die Vase steht auf dem Tisch. Ваза стоит на столе. Уже стоит на столе. Где? Wo steht die Vase? Это будет дательный падеж. Die Vase steht auf dem Tisch. Следующий предлог «neben». Рядом. Die Mutter setzt das Kind neben den Fernseher. Мать садит ребёнка рядом с телевизором. Куда? Садит. Куда? Die Mutter setzt das Kind neben den Fernseher. Если же ребёнок уже сидит рядом с телевизором, это будет звучать так. Das Kind sitzt neben dem Fernseher. Обратите внимание, меняется артикль, но и глагол. Об этом я скажу позже. Das Kind sitzt neben dem Fernseher. Вопрос wo? Где? И это дательный падеж. Следующий предлог «hinter», «за» чем-то. Или «за кем-то». За. Der Hund rannte hinter das Haus. Например, собака забежала за дом. Der Hund rannte hinter das Haus. Куда? Забежала? В данном случае – аккузатив. Вопрос винительного падежа. Der Hund sitzt hinter dem Haus. Собака сидит за домом. И это уже пунктатив. Вопрос wo? Собака сидит за домом. Der Hund sitzt hinter dem Haus. Следующий предлог «über», «над», «über». Ich hänge ein Regal über den Schreibtisch. Я вешаю полку куда? Над письменным столом. Ich hänge ein Regal über den Schreibtisch. И это аккузатив. Или так. Das Regal hängt über dem Schreibtisch. Полка висит где? Над письменным столом. И это вопрос дательного падежа. Wo? Das Regal hängt über dem Schreibtisch. Что здесь очень важно помнить? Это, конечно, несколько глаголов, которые помогут нам с вами определить. Это аккузатив, винительный падеж, и вопрос куда, wohin, или это датив, вопрос wo. Давайте посмотрим на эти основные глаголы, которые очень важно выписать и запомнить. Итак, stellen – ставить, wohin, всегда будет использоваться с аккузатив. Stellen – ставить. И его напарник, stehen – стоять, он всегда будет использоваться с датив. Итак, запоминаем эти парочки. Stellen – stehen. Следующая пара. Sich setzen – садиться. И это всегда будет аккузатив. Куда? Садиться, wohin? Sich setzen. И сидеть – sitzen. Сидеть – это уже будет татив. Вопрос wo? Sich setzen – sitzen. Следующая пара. Liegen – liegen. Liegen – это класть или что-то положить. Вопрос аккузатива. Wohin? И liegen – лежать. Вопрос где. Всегда будет использоваться с датив. И еще одна пара. Hängen – hängen. Одна и та же форма, но есть разница от того, какой вопрос мы ставим. Hängen – вешать. Аккузатив – куда мы вешаем что-либо. Или hängen – висеть. Используется датив вопрос wo. Здесь можно смотреть по контексту. Что имеется в виду? Мы вешаем какую-то вещь или вещь висит где-то. Итак, четыре пары глаголов. Обязательно их выпишите и попробуйте составить с ними примеры, свои предложения. А вам помогут следующие предложения, которые я приведу ниже. Обращайте внимание на эти пары глаголов. Итак, наш предлог следующий. Unter – под. Die katze klätet unter den stuhl. Или так, для сравнения. Die katze schläft unter dem stuhl. Кошка спит под стулом. Die katze schläft unter dem stuhl. Следующий предлог – vor. Перед – чем-то или кем-то. Vor. Ich stelle mein Fahrrad vor das Haus. Например, я ставлю свой велосипед перед домом. Задаем вопрос куда. Я ставлю wohin. Ich stelle mein Fahrrad vor dem Haus. Или так. Das Fahrrad steht vor dem Haus. Велосипед стоит перед домом. Это уже вопрос где. Другой падеж, вы догадались, это датив. Das Fahrrad steht vor dem Haus. Следующий предлог – zwischen, между. Jakob parkt sein Auto zwischen einem LKW und einem PKW. Jakob parkt sein Auto zwischen einem LKW und einem PKW. Jakob ставит свою машину или паркует свою машину между грузовой машиной и легковой машиной или легковым автомобилем. LKW – это грузовой автомобиль. PKW – это легковой автомобиль. В данном случае мы задаем вопрос куда он ставит или паркует свою машину. Или так. Das Auto steht zwischen einem LKW und einem PKW. Das Auto steht zwischen einem LKW und einem PKW. Не забывайте, что в дативе некоторые предлоги сливаются с определенным артиклем. Например, zu plus dem – zum, zu plus der – zur, an plus dem – am, bei plus dem – beim, von plus dem – vom, in plus dem – im. Я надеюсь, вы уже немножко сталкивались с этой темой. Если нет, обязательно выпишите эти сливания. Когда артикль вместе с предлогом сливается в один. И давайте разберем еще несколько примеров сравнения аккузатив и татив. Мария вишит свою куртку на вешалку. Мария вишит свою куртку на вешалку. Вопрос куда? ВОХИН – это аккузатив. Или так. Куртка висит на вешалке. Где? Вопрос дательного падежа. ВО. Ещё один пример в сравнении. Ученик кладет тетрадь на стол. Куда? ВО. 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 Я сажусь за стол. Вопрос куда? Обращаю ваше внимание, вы это можете видеть по глаголу. САДИТЬСЯ. и по артиклю «an den Tisch». Но если я уже сижу за столом, я скажу так. Ich sitze am Tisch. Я сижу за столом. Am – это слияние. An плюс dem. И глагол уже не «sich setzen», а «sitzen». «Sidеть». Ich sitze am Tisch. Der Verkäufer stellt die Ware auf das Regal. Еще один пример в сравнении. Продавец ставит товар на полку «cuda». Der Verkäufer stellt die Ware auf das Regal. «Stellt» – мы это видим по глаголу «stellen куда» – «ставить куда». И по артиклю «auf das Regal». В винительном падеже средний род «auf das Regal». Об этом есть видео на канале. Если же это дательный падеж, стоит где товар, то мы скажем «die Ware steht im Regal». «Товар стоит на полке» или «в полке». «Die Ware steht im Regal». Ну что, друзья, я надеюсь, теперь эта тема стала для вас понятнее. И чтобы закрепить результат, попробуйте составить предложение по этим схемам, которые мы предложили для вас. Оставляйте свои варианты в комментариях. Мне всегда интересно узнать, как вы справились и что же вы придумали. Может быть, как собственные примеры. На сегодня это все. До встречи в новом видео. С вами была Мила Брант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Auf Wiedersehen. tsh! Тсюs! Тсюс! 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 Тсюс!